всем доброго времени суток сегодня хочу показать как еще я показывал несколько методик как учить щенка приучать щенка к следовой работе то есть показывал следовой квадрат и как дальше развивать это упражнение вот скорой с кариной мы начнем немножечко иначе по другой методике то есть она еще совсем маленькая ей два месяца вот исполнилось 19 числа сегодня 21 там 22 вот пришли мы на более менее знакомое место вы не думайте у нас школы не работают дети здесь не топчется здесь более менее низкая трава вот у нас как всегда войнуха более-менее низкая подстриженная трава вот но здесь никого никто не шорхается никто не бегает никакие дети потому что дети у нас не учатся то есть я могу здесь проложить следок как я это буду делать вот во первых для этого вам понадобятся ботинки или резиновые сапоги то есть ни в коем случае не нужно там в каких-то вьетнамках там или в тапках пенопластовых протаптывать след собакам потому что вы только наморочитесь вот второй момент нужен корм обычный сухой корм но предварительно кора предварительно нужно приучить к нему то есть жорика вот они разгулялись немножечко иди сюда жорик ко мне жорика мы тут уложим вот а кору возьмем ну не знаю что получится что такое у них сейчас настроение вот лежать скоро так здесь предварительно протоптано мною вот протоптывать я уже показывал нужно прям втаптывать колею вот предварительно мною такая вот полоса но я не знаю закругленная видно наверное на видео сколько тут метров двадцать наверное скоро скоро если кора то то есть я вот таптываю прямо вот такую вот колею сразу кидаю туда форм иду задом по этой колене вот смотрю вот и кидаю форм собака идет за мной и таким образом приучается пронюхивать искать эти кусочки вот при этом она вот идет за мной я иду задом она идет ко мне передом вот я вот так вот втаптываю бросаю кусочки видно да щенок есть конечно же щенок должен быть голодным и приученным сухому корму то есть можно конечно работать с мясом там с каким-то вот если вдруг щенок останавливается вопросов при останавливаетесь вот втаптываете потом раскидываете и продолжаете идти то есть тут щенок должен не столько следовать за вами сколько хотите находить этот эти кусочки в земле если какие-то там кусочки допустим он не находит ничего страшного вы можете по этой же полоске потом пройти еще раз важно не выкидывать кусочки за продукта на продукта на участке то есть наклоняйтесь и кидайте ну и конечно здесь кроме вас не стоит не должен ходить вот мы дошли до конца я тут кину еще несколько кусочков вот откуда их съезд то есть и по этой же по этой же полоски мы пройдем не еще раз вот она сама возвращается ничего в этом страшного нет то есть вы пока не привязывайте никакой команде просто учите сопоставлять свой запах с подобранным кормом то есть для собаки должна быть ассоциация вы здесь прошли значит здесь может быть корм то есть и просто погуляли гуляй вышли через некоторое время вот они погуляют немножко там я может джорику сейчас мяч покидаю там пройдут им я снова вернусь туда и вот так же сама буду подкидывать форму и щенок за мной пойдет в дальнейшем чтобы развивать эту методику желательно конечно чтобы у вас был помощник уже когда щенка вы будете на поводке вернее помощник будет держать на поводке а вы таким же образом будете двигаться от нее так что еще забыл сказать обувь конечно должна быть соответствующая место должно быть соответствующая щенок должен быть маленький вот при этом он должен хотеть кушать и должен быть приучен к тому корму с которым вы работаете до новых встреч